Доброе утро, дорогая Церковь! Дорогие друзья, слушатели, приветствую вас именем нашего Спасителя Иисуса Христа! Хотел сегодня поговорить об ожидании. Ожидание – это праздник надежды. Мы переживаем адвент. Сегодня время адвента, первый адвент. И как раз это время, это время приближения и ожидания дня нашего, дня рождения нашего великого Спасителя Иисуса Христа. Это время милости, время прощения. Это время, когда мы ожидаем и понимаем, что у нас есть надежда. Надежда приобрести то великое спасение. Или когда мы приобрели это великое спасение, чтобы наш Спаситель был всегда с нами рядом и мы были в Спасителе Иисусе Христе. Это нам нужно каждому оценивать, каждый должен в этом пребывать, понимать. И это время ожидания, это как раз то время, которое нам нужно для того, чтобы мы проверяли себя, для того, чтобы мы вникали в себя, для того, чтобы мы могли увидеть, что есть в нашем сердце, то, что может отводить от Бога. И чтобы мы ждались и работали над своей верой, потому что вера – это важнейший принцип, который нам необходим для того, чтобы мы могли получить обещание нашего Бога. И цель Бога. Цель Бога, чтобы каждый пришел к покаянию. Это та цель, которую Бог предусмотрел в рождении Спасителя Иисуса Христа. Спасителя нашего, который хочет спасти и помиловать каждого грешника. Давайте мы с вами прочитаем одно местописание. Это 2 Петра, 3 глава. Мы прочитаем первое предложение 9 стиха. Немедлит Господь исполнением обетования. Бог, Он немедлит. Он знает время. Он знает, когда все должно быть. У Него все предусмотрено. Он немедлит. Он все пошлет вовремя. И последнее предложение. Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Дорогие, цель Бога – чтобы сегодня каждый получил и приобрел Спасителя. Покаяние, жизнь, освобождение от грехов, от рабства. И Бог говорит, что давайте мы с вами будем на это время обращать особенное внимание, потому что это время нужно каждому верующему человеку. И если смотреть на народ, то что сегодня ожидают люди? Мы помним желание нашего сердца, когда знаем, что нам должен кто-то что-то подарить. Мы с радостью это встречаем. Но сам Бог подарил нам Иисуса Христа, как Спасителя, чтобы мы могли Его принять, держать, утвердиться в Нем и быть спасенными, и иметь это великое приобретение. Плач Еремия, 3 глава, 26 стих написано «Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Смотрите, благо – это, ну, здесь в этих словах есть глубокий смысл. И здесь в этом стихе мы видим, что здесь есть разносторонняя помощь. И мы с вами можем ожидать. И эта помощь будет обязательно нам дана во время этого ожидания. И помощь от Господа, и всегда в свое время. Потому что ожидание – это как раз и терпение, которое так нужно каждому из нас. И это праздник надежды. Я хотел бы сегодня задать вопрос каждому верующему человеку. Каждому, кто знает Спасителя. Может быть, кто-то слушает, кто еще не знает Спасителя. И этот вопрос, он может быть каким-то определенным смыслом для тебя. Но сегодня я знаю точно, что для каждого верующего человека это смысл. Спасен ли ты? Это первый вопрос. И второй вопрос. Мы видим, это время ожидания и время приближения Спасителя, нашего Иисуса Христа. И какой бы подарок в этот рождественский день ты хотел бы получить? Я сегодня об этом говорю только лишь потому, что у Бога есть два очень серьезных подарка. Два подарка. И эти подарки через нашего Иисуса Христа. То есть, Иисус Христос является нашим подарком, чтобы мы приняли Иисуса Христа, получили это спасение. И два подарка. Это первое, спасение, которое Бог хочет сегодня подарить каждому человеку. И второе, это вечность. Потому что Иоанна 3,16 написано. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Эти небеса и жизнь вечная, она приготовлена Иисусом Христом. Спасение, оно приготовлено Иисусом Христом. И мы, к сожалению, живем в этом мире, где грех может быть перед нами или за нами. И вот это наше решение, когда мы, приобретая спасение, оставляем грех за своей спиной. И мы сегодня можем в этом утверждаться, в этом расти. И когда мы идем за Христом, когда мы идем ко Христу, мы получаем освобождение, мы получаем исцеление, мы получаем свободу, мы получаем надежду, чтобы вечно жить. Бог всегда дает нам выбор. И Его выбор, Он в Его золотых словах, что Он так возлюбил мир, что отдал Сына Своего. И этот Сын сегодня, в это время ожидания, хочет быть Твоим Спасителем. Чтобы каждый человек подготовил свое сердце. Если Он уже спасен, чтобы Он был утвержден в этом Спасителе, Иисусе Христе. И чтобы Он имел это огромное благословение, посвятить Себя, сделав выбор Иисусу Христу. Для того, чтобы жить в спасении и иметь это огромное благословение. Дорогие, пусть нас Бог благословит и пусть благо будет на нас. Потому что Бог говорит благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Пусть Бог прославится в этом ожидании, в наших сердцах, чтобы мы понимали и знали, что два подарка – это подарки Иисуса Христа, это спасение и вечность для Тебя. Какой Ты желаешь подарок в это рождественское время? Пусть Тебя Бог благословит. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok